Ну и наш следующий доклад. Демьян нам расскажет про Лоа. Про Ruby и Лоа, то есть как это можно вместе использовать. Всем привет! Меня зовут Демьян. И сегодня я буду рассказывать о том, как можно использовать вместе Ruby и Лоа. Здесь немного информации нет. Я написал книжку по PHP. Я вообще являюсь PHP, то есть я не рубист и на Лоа не пишу, но мне эти технологии очень нравятся. Я разрабатываю на Лоа разрабатываю, Wordpress и тому подобное. У меня есть свой хобби, это бренд и здесь контакты. Ладно, давайте в общем начнем. Что такое Лоа вообще? Что это за такой язык чудесный? Как его можно использовать и тому подобное? Если я не ошибаюсь, то где-то в 2016 году или 2017, я точно уже не помню. Лоа заняла 11 или 12 место среди самых популярных языков программирования. И там, кажется, на 12 месте было Лоа, а на 12 там Руби. И здесь я вывел такие основные моменты, для чего это можно использовать. Очень прикольно. Можно делать машинное обучение с помощью их тайм-компилятора. Лоа это Лоа G. Можно написать веб-сервер, можно использовать для сервера Arduino и Raspberry Pi. Это как, типа, вы покупаете Wi-Fi модуль, например, к Raspberry Pi или Arduino. И дальше вы можете весь интерфейс его писать, вообще все его команды с помощью Лоа. Написание игр и модов к играм это как? Это типа, ну, например, World of Warcraft используют для штучного интеллекта врагов. Лоа, а также вообще вся логика игры как раз расписана с помощью Лоа. И все построено на этом. Также многие игры поддерживают Лоа для того, чтобы к ним можно было писать как раз моды. Дальше я выбил пункт написания веб-приложений с помощью Лоа. Эта тема не очень популярная, но сейчас я покажу просто пару интересных фреймворков, как это можно узнать, но это реально круто. И да, также добавлю, что Лоа, логотип, конечно, пиксельный, но Лоа был написан на языке Moonscript, который также такой же, очень похож на Лоа, но более сложный. И он менее популярен, чем Лоа, но его тоже некоторые компании используют. Они тоже там имеют свои веб-фреймворки, тоже можно использовать для всяких разных целей прикольных. Но в основном Лоа более популярен, чем Moons. И синтакс из Лоа похож на Ruby, так же как и Moonscript тоже похож на Ruby, но там немного свои фичи есть. Вот, например, видим создание факториальной функции, то есть мы объявляем функцию, тут локальная переменная. То есть очень прикольно, так просто все. Можем введить свои данные с помощью Ion, то есть с помощью функции read. Проверка на внимательность. Проверку прошли. Да. Ну, в общем, похож очень синтаксис, можно прикольно взять. И давайте, вот я как раз говорил, что хочу поговорить немного об веб-фреймворках на Лоа. И у них есть свой пакетный менеджер, который называется LoaRox. Если я PHP-ник, то у меня это Composer, то для тех, кто программирует на Лоа, это LoaRox. Они с помощью этого могут устанавливать все свои пакеты, библиотеки, фреймворки. В общем, очень все классно, и первый такой фреймворк, который я хочу показать. Кстати, на всякий случай, это не логотипчик фреймворка, а немного другая тема, которую я сейчас объясню. Это LoaPis, это первый просто фреймворк, который я хочу показать. Он такой самый популярный. Очень просто подключается здесь. Видим функцию require, создаем наш application. Очень все прикольно тоже, да. А как же это все работает? То есть я не сказал, как работает как раз вот эта вся тема, что веб-приложение может быть написано с помощью Loa. Это, во-первых, все делается с помощью OpenRestory. Это как раз логотипчик вот этого сервера. Это Nginx сервер, на котором мы запускаем Loa. И с помощью этого мы как раз и делаем свое веб-приложение. То есть данный фреймворк работает именно на этом сервере. И как раз с помощью Loa встроен там интерфейс. Это, кстати, MVC фреймворк. Можете, кстати, даже вот увидеть здесь очень структура фреймворка, да. Точнее пример приложения. И ну все прикольно, очень тоже можно использовать. Я как таковых, к сожалению, проектов не смог найти. Но он тоже очень классный. Дальше это последний фреймворк, который я покажу. Это Sailor. Тоже очень прикольно. Можно писать всякие приложения на нем. Тут тоже пример здесь контроллеры. Это типичный MVC фреймворк на Loa. Только его фича в том, что вы можете его запускать не только на Nginx, а на патч, на всем, что захочете. То есть он такой более приспособленный к другим серверам и тому подобное. Ну а также Loa можно использовать для построения шаблонов в Википедии. Точнее, в Википедии используют эту фичу как раз. Даже вот забыл, как этот блок называется. Для тех, кто программирует на Loa. Там была даже очень классная статья. Там где писалось, как можно писать шаблоны на Loa и как это вязать. Ну и про игры. Есть такая чудесная штука, как Roblox. Детская тема. Да, я здесь ставил как этого Lil Pump. Просто он очень похож на Roblox. И в общем дети в Америке. Это больше как раз за границей. Америка. Другие. Европа. Они играют Roblox. Там подростки по 12-13 лет. Ну по 10 из которых в голосовой чат матерятся. И в общем они берут. Там реально можете зайти. Очень классная тема. Чисто интересно. Потому что школьники, они, ну дети просто, подростки. Они создают собственные игры на Loa. Там реально 3D Mi. Они создают свои модели. Все очень прикольно. То есть они обучаются программирования с помощью Roblox и Loa. И можно зайти там просто куча всяких игр. Разных проектов. Там шутеры делают. Кто-то хоррор и тому подобное. Ладно. Давайте тогда уже к основной теме. К Ruby и Loa. И окей. Как мы это сделаем? Как мы сможем сделать так, чтобы мы могли работать в Loa через Ruby? А вообще мы это сделаем с помощью того, что мы создадим виртуальную машину для Loa в Ruby приложения. Для этого есть коннекторы. Видите, я здесь вывел скриншот. Есть с одного гид. Я забыл, какой именно это. Коннектор. Там очень красиво выведены 3 основные такие коннекторы, которые вы можете использовать для того, чтобы программировать на Ruby и Loa. И есть такой прекрасный. Мне сложно прочитать имя этого разработчика. Но я попытаюсь. Крио. Корги. Ну, короче, из Франции. Очень классный рубист. Он как раз создал такой очень классный коннектор, который мне больше всего понравился. Это Ruby Loa. Он написан на C. Он создает прямо в Ruby виртуальную машину для Loa. И вы можете взаимодействовать с этим всем. Вот пример. Видите, да? Подключаем наш ген. Мы создаем виртуальную машину. Дальше можем с помощью функции Val запускать наш Loa скрипт. То есть вообще мы обращаемся к нему. И дальше мы можем обратиться к функции, которая написана в этом скрипту. Или же написать новую функцию. Зависит от того, что мы хотим. И вывести все это. То есть мы можем уже прямо в Ruby коде взаимодействовать с Loa. А дальше идет Rufus Loa. Тоже мне очень понравится. Здесь, кстати, список коннекторов внизу. Тоже очень прикольно. Видим. Подключаем все. Создаем нашу виртуальную машину. Вес. Дальше. Вы видите, используем типичные Loa функции для того, чтобы все это работало. И потом открываем наше приложение. Запускаем его. Используем функции Loa. И можем все это делать. То есть уже сразу же прямо в Ruby взаимодействовать с Loa. Смысл. Смысл все это делать. Зачем нам брать и использовать Loa в Ruby. Я здесь постарался как-то вывести какие-то фишки всего этого. И, во-первых, это обход интерпретатора Ruby. То есть мы можем обойти интерпретатора Ruby и что-то свое делать. Ну, на Loa имеется в виду. Дальше использование фич Loa. Написание приложений на Loa, после чего их запуск через Ruby. Обращение к Loa программам с помощью Ruby и многое другое. То есть если мы уже можем с вами создать виртуальную машину в Ruby для Loa, то значит мы можем использовать все фичи Loa. И знаете, на этом я завершаю первую часть моего доклада. И дальше уже начинается самое веселое, потому что мы будем говорить об Майнкрафте, об том, как можно прямо в игре программировать с помощью Loa. Ну, у меня просто свои есть ассоциации с Майнкрафтом. Ну и первая ассоциация, это, конечно же, школьники, которые матерятся очень много, которые покупают донат и тому подобное. Но мы об этом говорить не будем. Мы будем говорить об моде, которая называется OpenComputers. Я реально когда это увидел, но это жесть просто. В общем, в чем фича? Вы можете прямо в Майнкрафте создать, ну, точнее прямо в Майнкрафте создается с помощью Java виртуальная машина для Loa, для вашего компа. Вы там можете Linux, как бы сказать, эмулировать. Вы можете прямо в Майнкрафте программировать. Да, это очень дико выглядит, но... Вот пример. Вот пример. Я сейчас вам все покажу. Ну, я когда-то увидел, я был в шоке. Типа, блин, как это так? Типа, вы можете там написать свой Linux, вы можете заходить прямо в интернет. Вы можете... Там реально такие крутые вещи можно делать, что я реально в шоке был. Реально просто. Там чуваки делали... Там прямо на YouTube заходили с помощью этого мода. Там, ну, просто масса чего можно делать и тому подобное. Кто-то писал даже штучный интеллект, я помню. И знаете, давайте начну с того, просто если кому-то интересно, как это все сделать, то сейчас я буду звучать, как какой-то школьник, но... Школьник, играющий в Майнкрафт, но в общем... Так попрошу. Не только школьники играют. А ты не пробовал запустить? Да, наверное. Что-что? Ну, вот запустить в этом моде, собственно, сам Майнкрафт, чтобы в нем запустить этот мод, чтобы в нем запустить Майнкрафт. У меня там есть мем по поводу этого. А они все совпакит? Наверное. Ну, я еще не пробовал, но я немного другие фичи пробовал. Сейчас покажу. В общем, назад. В общем, давайте я сначала вообще объясню, что надо сделать, чтобы вы могли запустить свой комп Майнкрафт. Да. Во-первых, вам надо будет скрафтить монитор... Да, да, да. Вам... Это все очень смешно звучит, но, во-первых, вам надо скрафтить... Вам надо скрафтить системный блок, вам надо скрафтить монитор, вам надо скрафтить дисковод и клавиатуру. Чтобы все это сделать, вам придется идти в шахту, добывать алмазы, чтобы скрафтить микроконтроллеры. С микроконтроллеров вы крафтите процессоры, точнее, маленькие платы. С этих плат вы крафтите большие платы, и там вообще все очень круто запутано, чтобы собрать Майнкрафт... Ну, нормальный комп... Ну, дешевый, это дешевый комп, там есть еще... Там еще есть алмазный комп, золотой комп, там вообще ну, много... Всякое разное. Вам придется, в общем, если вы играете на сурвел, вам придется брать и очень много пахать ради этого. И если вы еще используете мод Industrial Craft, вам придется подключать электричество. Вам придется... Это можно сделать многими способами, к примеру, ядерный реактор. Но этот вопрос мы не будем обоваривать, придем к самому интересному. Это ваш комп. Видите? Вам, кроме... Мало того, что вы уже собрали там, например, монитор, клавиатуру, все это поставили, дисковод и системный блок, вам еще надо видеокарты, процессор, оперативную память и жесткий диск. Это все тоже надо крафтить. Это, ну, это очень дешево. Хорошо, вы уже это все скрафтили, скрали свой комп, поставили крутую видюху, все это. Например, алмазную видюху там можно, с алмазом сделанную, многое можно, да? Вам надо установить еще операционную систему на комп. С дискетку. С дискетку. Да, с дискет. Тоже скрафтить дискету. После этого, вот, вы подключили электричество, запустили свой комп и вуаля, у вас будет свой компьютер, да? То есть вы сможете на нем программировать. Вы можете также делать больше монитора, если захотите. Это еще не все. Знаете, у меня просто мем, реально. Мы создали Майнкрафт для того, чтобы ты мог программировать в Майнкрафте, пока ты играешь в Майнкрафт. Ну, это просто гениально. Экзибит оценит. Да, да. Ну, это не все. У них есть свой Линукс. Ребята, у них есть свой Линукс. Майносы. То есть вы можете прямо в Майнкрафте с помощью Линукса сидеть там, программировать тоже. Ну, это я вообще был в шоке. Сосаж клиент там есть? Что, что? Сосаж клиент там есть? Должен быть. Просто видел, как чуваки в интернет заходили с помощью этого. Это же можно сделать прямо себе, знаешь, виртуальный рабочий стол. Да, да, да. Да, да, да. Так можно сделать. Ну, вообще, очень, ну, вообще забавно. То есть ты можешь прямо в Майнкрафте программировать на Луу, но тебе надо много крафтить и алмазы добывать. Прям как в жизни. Еще, еще. Один брогер сделал реально очень крутую вещь. Он сделал управление реальными вещами из виртуальной машины Луа. Из Майнкрафта? Да. Видите, он сделал типа... написал себе программу. У него, кстати, комп алмазный, видите? Ахахахаха! Толкокопал, наверное. Нет, он в креативе. Ну, ладно. И видите, он может включать лампу. Это круто, правда? Я просто задумался, что мы можем прямо в майнкрафте программировать. Представьте, какие вещи мы можем сделать. Просто какие вещи можно делать, программировая прямо в майнкрафте. Можно еще накачать себе моду, можно полететь в космос, сделать там свою компьютерную колонию. Вообще безумные вещи можно делать. Но для этого придется добывать алмазы и много крафтить, как я уже говорил. И это еще не все, потому что есть такая еще штука. Кто-то слышал, что в майнкрафте можно еще докер запускать? Да, есть докер крафт. Есть докер крафт, вы можете прямо в майнкрафте запускать интерфейс докера. Я тоже был в шоке, типа, как это так? Для меня это все был реально шок, типа, боже, до чего мы догадались. Мы теперь можем программировать прямо в майнкрафте. Ну это прикольно, типа, забавные фичи реально. Что можно такое делать. Прямо в майнкрафте программируешь докер. В общем, какой вывод всего этого? Да, программировать на Ruby Lua можно. Все это очень круто. Lua тоже классный язык, такой же как Ruby. Вы можете использовать его, если хотите. Можете писать на нем веб-сервера для Arduino, для Raspberry Pi. Короче, делать реально классные вещи. Слуа. Писать моды, писать штучный интеллект, хотя я не знаю кто это еще делает. Ну в общем, очень классно. А для того, чтобы программировать на Lua в майнкрафте, вам придется много алмазов добывать. В общем, на этом я завершу только вопросы. У кого есть вопросы? Да, да, да. Как лобить время на инкустерейт алмазов в майнкрафте? Сколько потратить времени на... Как лобить его на работе? Как получить? Есть какой-то лайфхак? Как сделать так, чтобы клиент тебе платил за то, что ты в майнкрафте сделал себе интерфейс управления секретарем в кубернетисе? Вот это хорошо. Для начала ты можешь устроиться в Microsoft и стать разработчиком майнкрафта. Писать майнкрафт в майнкрафте. Ну это же гениально. Звучит как вклад. Купить ком, чтобы майнкрафт кинул, а там пожестче запустить что-нибудь. Да, 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 да. Это круто, короче. У меня вопрос для читателей нашего канала. У нас есть телеграм-канал, если кто еще не в курсе, подписывайтесь. Там ведется текстовая трансляция нашей конференции. С картинками. С картинками, иногда неприличными. Ну, в смысле, иногда всегда. Да, и в общем-то вопрос для читателей. А ты там в начале упомянул еще в Warcraft, там скриптинг на луа. А ты за Орду или за Орду? За Орду. Оооо, за Орду. Вопросы еще есть? Да, давайте кто-то еще вопрос об алмазных кампах и так далее. В Вовке в 2001 или 2000 году я так и сделал. Мне нужен балкон, поэтому я пошел на шахту и копал. Так что я понимаю, в принципе. А что лучше, Вовка или Майнкрафт? Что лучше? Вовка или Майнкрафт? Ну, смотри. В Вовке ты не можешь копать в шахте и как вот так. И запускать докер, да? Да-да-да. Запускать докер, прямо запускать докер, программировать. Заходите на ютуб прямо через Майнкрафт. В этом Майнкрафт в игре очень сильно выигрывает как раз. Потому что вы можете сделать себе золото. Ну, не обязательно делать алмазный бомб, все с алмазом. Вы можете сделать золото. Или можете зайти на креатив и там взять бесконечный бомб. Ну, там вообще очень много всего интересного. Там, кстати, даже робота видео делали. Да-да-да. А получится внутри Майнкрафта построить свой маленький МВС там, типа? С ним со сами. Да, можно, можно. Доку запустить. А в чем преимущество Ло перед Руби там или другими языками? Для чего он нужен, так сказать? В чем его частности? Ну, ну, я забыл сказать важную вещь. Это типичный скриптированный язык. Он динамический. Он такой, ну, вообще он как задумался. Чтобы он был такой же, ну, похож очень на джаваскрипт. Чтобы он тоже так, типа, Йоу-йоу-йоу, типа Лоа, так далее. На самом деле там одна из фитч это именно сэндбоксинг кода. Да. Когда вы хотите устроить какое-то скриптование, скажем так, в своем продукте, вы не хотите, чтобы пользователи вам что-то сломали или куда-то доступались до ваших каких-то там приватных данных, вы просто делаете сэндбокс на Лоа и там пусть эти пользователи хотя бы скриптуются, но в общем-то ничего особо плохого вам не сделают. Разве что только по памяти из вас сломали. Еще вопросы есть? У меня есть небольшой вопрос. А ты не знаешь, вычислительные процессы Манкрафта происходят на их серваке или на компьютере? Ну, то есть вопрос жалко. Было бы забавно, если была возможность потратить все ресурсы это облако, написав какой-нибудь скрипт через Манкрафт. Ну, там можно так сделать, там есть платные серверы. Да, да, да. Я просто не играю, поэтому... То есть, если ты играешь на каком-то серверке с учи народу, то ты используешь ресурсы сервера. Пошел праздник палево. Только что все-таки, ха-ха-ха, Майнкрафт для детей. На самом деле интересно, но в Майнкрафте еще в свое время, когда не было плагинов, там лет 5-7, делали рабочую модель, там очень простая бинарная логика есть. Типа, я бы сказал, даже все-все, наверное, логика. LDL Under Diagram. И там делали рабочую модель 32-битного, 16-битного и 64-битного процессора. Да, только размер, ты помнишь его? Да, помню. Я помню, да, тоже есть очень классный мод. Я не помню его название, но там ты можешь прямо в игре создать микроконтроллер, создать вот эту всю транзисторную логику. Ну, просто. Ну, там не столько транзистор, но скорее PN-переход. Да, вот эти, да, 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 именно. Транзистор это слишком круто. Это слишком хардкорно, это просто. Там тоже есть такие моды всякие. Тоже классные, ты можешь там создать прямо свой процессор какой-то, алмазный. Ну, в общем, так. С красного камня я не хотел бы. Да, 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 с красного камня. Есть еще у кого-то вопросы? Может. Нет. Стоит вспомнить, наверное, еще про Дворф Портресс, на слове которого был создан Майнкрафт. Мы можем дальше дообсуждать это на нашем кабине в Турикуре. Да. И если ты любишь копать, как бы, есть такая игрушка, называется Space Engineers. В общем, заходи на шоца сервер, как бы, вступай в вам в CancerCorp. Мне просто там надо тоже, как бы, кое-что построить. Я задолбался сам в компании. Спасибо большое нашему кабине. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое.